24 декабря они вышли из села Аймекон, полюса холода. А сегодня их последний день на Иркутской земле. Путники решили поблагодарить высшие силы и провели обряд Алгыс, чтобы уважить духов и привлечь удачу на дальнейший путь. Место для традиционного ритуала выбрали не случайно. Раньше Качугский тракт назывался Якутским, и в течение сотен лет по нему ходили их предки. Мы просим у духов земли уважить нашу дорогу, и чтобы открылось. В дальнейшем все было хорошо, чтобы духи нас сопровождали. По якутской традиции именно запах паленого конной гривы очищает. То есть задобрили духов таким образом. Удачу всадникам подарили не только духи. Также сегодня путешественникам вручили ключи от нового автомобиля, на котором мужчин будут сопровождать в течение всего дальнейшего пути. Мы на машине сделали логотипы, мы указали трек пути, как идут наши ребята от Эмикона, от полюса холода и до Москвы. И весь этот трек будет отмечаться на компьютере, который установлен в автомобиле. Цель Мичила Неустроева и Дугуйдана Винокурова — Москва. В столице всадники встретят якутский праздник лета Большой Исаах. Его посвятят столетию автономии республики. Так путешественники поведают о якутском народе и его традициях всей стране. К слову, 2022-й в России объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия. Екатерина Сравацкая, Сергей Коваленков. Новости. Сейчас.